Что касается технологии выполнения реставрационных работ по паркету, их практически не существует. Это реставрация, причем реставрация практически консервационная. В основном это элементы консервации, то есть это зареивание какое-то минимальное, это расчистки спиртовыми растворами, ни в коем случае не вскрытие деревяшки циклевочными или шлифовальными инструментами. Вот как мы получили этот материал вообще с 18 века, так мы должны его собственно и законсервировать. Расчистка, укрепление, консервация. Вот основные три позиции, которые мы обязаны были выполнить в этом направлении. Перед нами стояла задача максимально сохранить дошедший до нас паркет. Это была, так сказать, основополагающая линия, концепция, предложенная дворцом для реставрации этих паркетов. Все это 18 век, досталось нам в очень плохом состоянии. Щиты изначально предполагались использоваться в других помещениях и подверглись компиляции, некоторые из них были обрезаны. Была составлена композиция новая для этого зала Агатового. Основа столярная подверглась где-то упиливанию, где-то наращиванию. Отсюда некоторые проблемы с сохранностью основ щитов. Если перевернуть этот щит, он был весь изъеден жучком, потрескался и пришлось все это восстанавливать. Мы убирали все сгнившие и съеденные части основы, заменяли эти утраты сосной новой, проклеивалось все это на столярные клеи. После этого мы приступили к восстановлению самих паркетных ламелей. В паркетах Агатового зала используем 12 сортов дерева. Все из них разной плотности, разной степени сохранности пришли к нам. Произошло вгибание ламелей. При эксплуатации эти выгнувшиеся части были сильно изношены, поэтому пришлось демонтировать эти детали, подклеивать снизу на них укрепление, основу сделать еще дополнительную. После этого уже минимально заделывались щели и производилась минимальная шлифовка, чтобы просто сгладить некоторые нюансы перепадов. Так как нам поставлена задача консервации паркета максимальной, все сделано максимально бережно. Восполнение утрат сделано только в тех местах, где был утрачен авторский старый древесный материал. Но мы сделали все таким образом, чтобы увидели именно тот паркет, который до нас дошел. Это не циклеванный паркет, не шлифованный паркет, поэтому по фактуре своей, по цвету дерева это все исторически верно. Все породы дерева по цвету подобраны к тому историческому паркету, который мы видим перед собой. Максимально попытались сделать вставки в цвет старого дерева, но иногда придется легкую тонировку сделать уже под нанесение финишного покрытия. Покрытие это будет на восковой основе сделано. Максимально щадящая древесина, и при этом оно максимально проявляет цвет и текстур дерева. Очень красиво будет все. Все сорта дерева, которые мы будем с вами видеть, они будут максимально проявлены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok